Перевели Оксилупс и Кадзе. Назвучала Кадзе. Приятного просмотра. Продолжение следует. Здравствуйте, я режиссирую клип «Лаула» группы «Страйкидз». Я Банжи Йоп. Перед выступлением дети борются с счастьем, гневом, грустью и удовольствием. В конце концов удовольствие побеждает, и дети успешно справляются со своим спектаклем. Четыре эмоции – счастье, гнев, грусть и удовольствие. Речь идет именно об этих эмоциях, которые выражены через рок. Вы можете в этом увидеть более детальные эмоции. У «Страйкидз» есть четкий план для их посыла. Я думал, что это их преимущество. Каждый раз разное послание. Работа над новописней, мы много и долго думали насчет продолжения истории, так как они теперь глобальные артисты. Было бы неплохо показать их послания с более широкой стороны. В этом треке мы постарались передать смысл счастья, гнева, печали и радости с помощью уникальности «Страйкидз». Приложили много усилий, чтобы клип получился интересным. Я расскажу об удовольствии, счастье, гневе, печали и радости. Образ толпы внутри автобуса «Устрашающий хаос» был хорошо показан. Это было похоже на настоящий фильм. Я решил показать разные концепции для каждой эмоции. Счастье выглядит просто радостным и веселым. Но дело в том, что это удовольствие длится недолго. Так что я попросил танторов надеть маски, прям как жокер из темного артера. А также сцены были наполнены контрастным цветом для отражения счастья и тьмы. Здравствуйте, я ар-директор клипа «Ла-ла-ла», Ким Бона из Муе. В сценах со счастьем мы добавили атмосферы Гротекса. Поэтому даже в боевой сцене мы постарались передать юмор и остроумие, используя ненастоящие пистолеты. Для гнева помимо моего прямого значения, я постарался передать его динамичную энергию, пронзящую пространство. Поэтому мы пригласили к рамп танцоров, так как они используют особенный макияж, передавая более злые эмоции. Через темное пространство и разбитый корабль мы пытались передать прямое значение гнева. Из декораций был огромный корабль. Это было потрясающе. Мы стали капитанами, и под нами были танцоры из телекрам. Кроме этого, они были одеты и загримированы как настоящие монстры. Это добавило еще больший эффект. Мы создали сцену, чтобы корабль выглядел больше и драматичнее. Мне очень понравились съемки на корабле, ведь я тоже, но... Тревогу, которую испытывают дети, мы передали в виде гигантов. Дети неизбежно сталкиваются со всеми эмоциями. Собираются силами, и страх в виде гигантов рассеивается в воздухе. В итоге остается одно удовольствие, и они успешно завершают свое выступление. Чтобы усилить пугающий эффект, который внушают гиганты, мы расширили пространство, и сделали акцент на контрасте размеров, чтобы разница в размерах была очевидна. Ла-Ла-Ла очень энергичная песня. Мне кажется, из всех треков, которые мы создавали, у этой песни самая сильная энергетика. Кадры для удовольствия лучше всего соответствуют настроению песни. Я не знала, что у нас будет такой образ, и я был очень удивлен, когда мы это показали. В финальном концепте удовольствия все эмоции собираются воедино. Поэтому в масштабе пространства мы добавили атмосферы эпичности и грандиозности. Танцоры, гиганты, барабаны, оркестр и многое другое в общей сложности. Это 150 человек. Очень много времени ушло на съемки. Сегодня мы собираем сцену. Да-да. Есть ли у вас идеи? Строяки должны выделяться на общем фоне. Поэтому их надо разместить где-то на первом плане. Для усиления эффекта можно выстроить их в одну линию. Сначала мы их видим в луче прожектора, а потом включается подсветка. Присоединяются остальные, и сцен набирает масштаб. Нам очень помогали арт-директора. Разбирая каждую тему, так как нам нужно было уместить многое в одном месте. И они нам очень помогали в реализации наших идей. Рок для удовольствия и рок как рок-н-ролл мы показали эту игру слов. Мы разместили грузовик с эмбуферами и создали пространство с гитаристом. А также мы везде разместили огонь, чтобы выразить рок в динамичной атмосфере удовольствия. Текст песни построен на игре. Игры слов, которые часто используются в песнях Страйкидз. Думаю, благодаря игре слов Ла-Ла-Ла нам удалось наиболее точно выразить свою идею. Поэтому песню будет интересно слушать и разбирать на детали. В съемках показано сразу несколько эмоций, и у каждой свой концепт, поэтому смотреть тоже будет интересно. Счастье, грусть, злость, удовольствие для выражения каждой эмоции. У нас были отдельные костюмы, макияжи и танторы. В каждой съемке была своя массовка. Это наш самый интересный клип, потому что в нем невероятно проработан задний план. Кроме того, на съемках мы смогли знатно оторваться. Поэтому клип получился очень разноплановым, и я надеюсь, что вы порадуетесь, разглядывая все детали. Получилось чистое безумие. Абсолютная свобода. И беззаботная дикость. Полный отрыв и веселья, как раз то, что мне давно хотелось выразить. Давно мы не выкладывались в хореографии на все 200%. В период между релизом С-класса и Ла-Ла-Ла мы хотели передать зрителям атмосферу безбашенности, свободы и чистой энергии. Поэтому хореография в этот раз особенно мощная. Съемки с режиссером Баном отличаются тем, что ты не знаешь, какой будет финал. Поэтому готовый клип нас всегда удивляет. Уверен, в этот раз будет так же, поэтому и с нетерпением между результатом. Больше всего мне понравилась сцена, где мы исполняем последний припев с огромным количеством танцоров. Наверное, она самая масштабная из всех наших прошлых клипов. Поэтому очень интересно, как все получилось. В съемках Ла-Ла-Ла участвовало огромное количество людей. Была целая куча артистов и танцоров. Они помогли нам создать атмосферу грандиозности и размаха. Ребят, клип очень красочный. Надеюсь, когда вы будете его смотреть, вам понравится и картинка, и музыка. Надеюсь, увидев клип, вы зарядитесь энергией, надеждой. Мне больше всего понравился мощный дэнсбрэк, отражающий наше удовольствие. Выступая в огромной команде танцоров, я всегда получаю много энергии. А этот танец по-настоящему заряжает? Не терпится выступить с этой песней перед Стэй. Очень хочется, чтобы эту песню слушали в большой компании. Надеюсь, Стэй будет собираться вместе и радоваться, слушая нашу песню. Клип очень мощный, поэтому будет круто, если мы сможем передать Стэй хотя бы немного той энергии, что мы испытали. Разумеется, мы закладывали свой смысл в эту песню, но вы, Стэй, можете сами решить, о чем она. Ваши чувства и интерпретация – это самое важное. Надеюсь, что Ла-Ла-Ла вам понравится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...